Всем привет! Мы вышли из метро, идем к нам нести миру. Дальше мы хотим пойти в Гавличковой сады. Хотели поехать за город, но нам не нравится погода, в любой момент может пойти дождь. И честно говоря, за последнюю неделю мы, мне кажется, каждый день попадали под дождь, и мы от этого уже изрядно устали. Поэтому мы решили где-то в пределах города прогуляться, потому что дома сидеть не хочется, а по району мы и так каждый день гуляем. Поэтому пойдем вот сейчас на нам нести миру и дальше по городу. Так, сзади меня костел Святой Людмилы. Вывесили флаги, но их вывесили еще когда здесь проводили тестирование на коронавирус в поддержку чехов. Мы, кстати, сейчас этой прогулкой, получается, тестируем новую технику. До этого мы снимали на GoPro, а сейчас мы пробуем снимать на Canon. Фотоаппарат. Посмотрим, как оно получится по качеству, по звуку, все остальное. Поэтому будем ходить снимать, а потом смотреть, что будет. Мы шли по улице, внезапно увидели русский магазин с продуктами из России и Украины. Зашли посмотреть на ассортимент, что там есть. Мороженое, консервы, сладости, конфеты. В общем, все-все-все. Мы купили семечки жареные, которые не продаются в чешских магазинах. И ребенок себе взял сушки с маком. Будем вечером ласу ваты. Мы зашли в Гавличковые сады, будем по нему гулять. В народе называется этот парк Грибовка, потому что главной достопримечательностью этого парка есть вилла Морица Гребы. Поэтому Грибовка. Это является, кстати, второй по величине парк в Праге. Он построен в стиле английских садов, которые идут ярусами. Мы хотим посмотреть, как это все выглядит. Странно, мы тут живем полтора года, и мы только первый раз выбрались в этот парк. Потому что мы постоянно ездим куда-то за город, смотрим замки. И вот сейчас, наконец-то, когда плохая погода, мы остались в городе и проводим выходные здесь. Мы поднялись на самую высокую точку холма. И отсюда открывается вид на четвертую Прагу. Вон сзади меня офисное здание Панкратца. Они вот самые-самые высокие. Там прячется здание офисное в виде буквы В. И рядом тоже офисное здание, в котором работает Димка. Так, сверху возле детской площадки мы увидели указатель на грот. Я, в принципе, читала, что он здесь есть. И вот мы к нему пришли. Здесь получается такой вот лесенка в скале, спускается вниз, и там внизу будет фонтан. С виду грот казался маленьким, но мы когда начали спускаться, оказалось, что тут очень много ответвлений, по которым можно, в принципе, бродить и бродить. Наш ребенок пошел спускаться с другой стороны. Надеюсь, что мы не потеряемся. Мы спустились в фонтану. Здесь получается вот такой большой, небольшой внутренний дворик. И вот там вот в арочках остатки статуй. Как симпатично смотрится в таком-каком-то итальянском стиле. Я даже где-то читала, что вот именно вот эта часть, она построена в стиле итальянского ренессанса. Поэтому вот оно все такое красивое. Сохранилось, кстати, оно. Вроде симпатично и неплохо, но вот все-таки местами поописывали. Вот тут не видно, а там, где вот мы были на втором этаже, там надписи какие-то. Так что, к сожалению, вандалы здесь тоже есть. Не без этого. А еще мы в каком-то видео видели, что здесь проходила стимпанковская вечеринка. И мы сейчас узнаем это место. И так прямо приятно, что мы на видео его смотрели и не знали, где он находится. А тут пришли и прям по видео вспомнили, что эта касса здесь проводилась. Такое интересное атмосферное место. Мы обошли большую часть парка. В нем очень зелено, очень много цветов. Очень так уютненько, птички поют. В общем, нам очень понравилось здесь. Много людей с детками гуляет. Но, тем не менее, в парке все равно не тесно. Кстати, тут сверху, я уже говорила, это очень классная детская площадка. На ней есть туалет и рядом два ресторана. Поэтому я смотрю, что родители как бы в принципе могут взять пиво и возле детской площадки тусуются, пока детки играют. Поэтому жалко, что мы этот парк не видели раньше. И как-то, не знаю, не бывали здесь. Ну вот побывали. Про вино расскажи. Про вино, да, кстати. Там сверху вон очень много виноградников. Их было видно сверху. И сейчас вот мы снизу увидели. И там есть объявление, что можно договориться с виноделом. По e-mail заказать вино. И потом по договоренности приехать купить. Вот вино, как бы вот из этих вот местных виноградников. Цен не было. Цен не было, да. Были там указаны сорта и год производства вина. Но без цен. Снова это сухое вино. Вот. Что такое? Чудесный парк. Продолжение следует.